Здравствуйте, я Елена Алексюк, врач, психолог, биохакер и автор книги «Супер Женщина». Сегодня я хочу вам рассказать, какие причины могут приводить к болям в молочных железах. Это прежде всего лишний вес. Это использование постоянной ношения тесных, неправильно подобранных бюстгальтеров, особенно модельных, с косточками, с тоненькими лямочками, особенно если у женщины большой размер молочных желез. Это дефицит физической активности, который может приводить к лимфатическому застою и провоцировать кистообразование. Это проблемы с грудным отделом позвоночника, то есть деформация. Это может быть сращение остистых отростков позвонков и другие проблемы. Это могут быть травмы. Молочные железы очень не любят любые травмы. Это, конечно же, избыточное употребление фастфуда, солёного, например, чипсов. Это употребление больше двух чашек крепкого кофе в день. И очень важно, это избыток молочной и кисломолочной продукции. Будьте, пожалуйста, внимательны. При болях в молочных железах мы ограничиваем очень сильно и молочку, и кисломолочку. Молочные железы могут болеть из-за стрессов. Они могут болеть при неправильной дозировке гормональных препаратов. Также при нарушении работ щитовидной железы, при высоком пролактине, при злоупотреблении дезодорантами. И, конечно же, очень модная тема – это инъекции ботулотоксина в подмышечные впадины. Но с точки зрения восточной медицины делать это категорически нельзя, потому что молочные железы очищаются в том числе через потовые железы, которые находятся в подмышечной области. И постоянное использование дезодорантов. То есть я советую по возможности их не использовать. Лучше помыть и подмышки, и, конечно же, приходя домой, обязательно смывайте дезодоранты. И, кстати, дома снимайте тесные, особенно бюстгальтеры. Либо носите такие спортивные варианты без всяких косточек на широких лямках, либо же отпускайте молочные железы в свободный полет. Дайте им отдохнуть без бюстгальтера. Субтитры создавал DimaTorzok